Бисмиллахи рахмани рахим. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Я приветствую вас на нашей программе «Сират Аллах». И наша тема называется «Путь жертвенности». Каждый год количество миллиардеров и самых богатых людей планеты растет все больше и больше. Их состояние тоже растет. Иногда кризисы несколько тормозят этот рост, и тогда кто-то вырывается вперед после удачного года, кто-то, наоборот, отодвигается назад. Несколько лет первое место в списке богатейших людей мира уверенно занимал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. В 2005 году, еще до глобального экономического кризиса, его состояние составляло 44,5 миллиарда долларов. Размеры его богатства постоянно меняются, компания Microsoft занимается разработкой и продажей программного обеспечения для компьютеров. И Гейтс продолжает наращивать свою деятельность, пользуясь огромным спросом во всем мире на программное обеспечение. Среди самых богатых монархов вы могли слышать имя султана Брунея – Хасаннала Балкиаха. Личное состояние абсолютного монарха кто-то оценивал в 20, а кто-то в 30 миллиардов долларов. Да и как узнаешь? Хотя о сумме его состояния ярко говорит роскошный дворец из 1788 комнат и 4 подземных гаража общей площадью 1 квадратный километр с самыми дорогими автомобилями в мире. Состояние и доходы некоторых людей поражают воображение. Этим людям трудно понять денежные проблемы, которые возникают у обычных людей. Они не беспокоятся о том, чем платить за вещи, которые хотят иметь. Им трудно понять страх, который люди испытывают перед будущим. Ведь сердца многих людей обеспокоены вопросами, будет ли у них достаточно средств, когда они уйдут на пенсию. Что произойдет, когда они станут слишком стары или слишком больны, чтобы работать и дальше? Возможно, олигархам не понять подобного беспокойства. Но и эти баснословно богатые люди не лишены проблем с деньгами. Если для большинства людей главный вопрос, где взять деньги, то для них главный вопрос, как их потратить и сохранить. Их сердца, как и сердца многих, обеспокоены стремлением обрести уверенность в настоящем и будущем. Единственный, кто обладает этой уверенностью и может поделиться ею с каждым человеком, это царь миров, Аллах. По сравнению с его богатством, состояние олигархов – это крохи. По сравнению с Аллахом, самые богатые люди мира – жалкие попрошайки. Сколько процентов в нашем мире принадлежит Аллаху? В Забуре написано. Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущие в ней. И вот еще, что говорит Аллах. «Мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Как видите, весь животный мир – это владение Аллаха. «А кому принадлежит весь золотой запас планеты?» Аллах говорит через пророка Агея. «Мое серебро и мое золото». Слово Аллаха говорит, что деньги, богатство, имущество стран и людей – это тоже собственность Аллаха. Кто-то может возразить, неправда, я сам зарабатываю себе на жизнь, и все, что я имею – это полученное моим трудом и усилиями. Но именно Аллах наделяет нас способностью зарабатывать деньги, как написано. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Аллах наделяет нас силой работать, Аллах дает нам здоровье, Всевышний окружает нас своими благословениями. В Коране написано «Мы на земле вас волею своею утвердили и вам доставили потребные для жизни». На самом деле мы ничем не владеем. «Как наш Творец, Аллах имеет право на все наше имущество. Более того, наши тела и наша жизнь тоже принадлежат Аллаху по праву творения. Аллах дал нам прекрасные тела и вложил в них сердце, ведь Он заставляет сердце биться. Аллах дал нам легкие, которым мы вдыхаем воздух, тоже сотворенный Аллахом». Помните, когда мусульманин совершает намаз и делает земной поклон, касаясь лбом и руками и ногами земли, он тем самым говорит, что Аллаху принадлежит мой ум, которым я думаю, мои ноги, которыми хожу, мои руки, которыми тружусь. Все это Аллах сотворил, и все это принадлежит Ему. Все, на что падает наш взор, принадлежит Аллаху. В Священном Писании сказано «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Задумайтесь над тем, каким красивым, величественным и богатым Аллах сотворил наш мир. Планета Земля вышла из рук Создателя во всем своем великолепии и совершенстве, сияющая неописуемой красотой. Куда не бросишь взгляд, везде было видно могущество великого Аллаха. Величественные восходы могли сравниться только с захватывающими дух закатами. Среди холмов располагались спокойные озера. Повсюду радовали глаз яркие цветы всевозможных оттенков. Ветви деревьев провисали под тяжестью самых разных сочных плодов. Певчие птицы наполняли воздух мелодичными трелями. Животные безбоязненно резвились на зеленых лугах. Реки и озера кишили красочными рыбами. И Аллах щедро дает это прекрасное место человеку. Он хочет, чтобы этим богатством управлял человек. В седьмой день недели, когда Аллах утвердил свой трон, он высказал решение. В Коране сказано. «И вот Господь твой ангелом сказал, я на земле себе наместника поставлю. И обучил Адама он названием всего, что сущее». Аллах назначил человека халифом, управителем всего земного творения. Всевышний наделил человека духом своим и дал необходимую мудрость. Поэтому человек мог управлять этим прекрасным, первозданным миром. Аллах сказал Адаму и Хавве. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Адам не стал полноправным хозяином планеты. Аллах назначил его управителем, а хозяином, как был, так и остается Всевышний. Дав власть управителя, Аллах наделил Адама и его потомков большой ответственностью. Они верно должны были заботиться о творении Аллаха. Представьте, что вы доверили какому-нибудь человеку управлять строительством своего дома. Какое качество вы бы ожидали от него в первую очередь? Некоторые ожидали бы профессионализма и знания своего дела. Но что толку от таланта и умения, если вы не сможете доверять этому человеку, если он скользкий, как рыба? В позапрошлом веке Сека Гадиев, осетинский писатель и поэт, написал стихотворную басню «Лиса-строитель». Эта басня рассказывает о том, как лев решил построить большой, добротный, а самое главное – надежный курятник, из которого невозможно было бы воровать кур. Решил он найти профессионального и талантливого строителя. Лиса отозвалась построить этот курятник. Через некоторое время она представила льву новый, украшенный, удобный и надежный дом для кур. Лев был счастлив, но недолго. Куры продолжали пропадать. В чем же было дело? В углу же для себя оставила лазейку, такую, чтобы никто не смог ее увидеть. Ну, глазейка! И куры исчезают по ночам, и лев со стоном вопрошает. Кто кур крадет, о, стыд и срам! При этом самых жирных выбирает. Что толку от профессионализма и таланта, если невозможно доверять такому домостроителю? Аллах назначил нас управителями того, что Он нам веряет. Что же Он ожидает от нас? В Инжиле написано. От домостроителей же, управителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Но как нам проявлять верность в нашем управлении? Во всем творении Аллах установил принцип получения и отдачи. Это неотъемлемая часть жизни. Например, круговорот воды в природе. Вода испаряется, превращаясь в облака. Облака отдают воду в форме дождя земле. Чем больше проливается дождя, тем больше земля отдает воды ручьям и рекам, Откуда вода попадает снова в море. И цикл продолжается. Аллах поддерживает и наделяет нас благами, Чтобы мы могли что-то иметь и что-то давать. Он хочет обильно благословить нас. Но Аллах желает, чтобы мы были верными этому принципу жизни. Он хочет, чтобы мы могли научиться не только получать, но и жертвовать. Поэтому прямой путь – это путь жертвенности. Самый великий дар Аллаха – сама жизнь. Всевышний поставил нас управителями этого дара жизни. В Инжиле написано, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Сам давая всему жизнь и дыхание и все». Наша жизнь исходит от Аллаха, И Он поддерживает ее. Каждое биение сердца, Каждый вдох, Каждое движение нашего тела – Это дар Аллаха. Мы также управители времени, Которое Аллах нам дает. Кто-то сказал, Что время – это материал, Из которого соткана наша жизнь. Пророк Дауд просил Аллаха в своей молитве. «Научи нас так счислять дни наши, Чтобы нам приобрести сердце мудрое». Напрасно тратить время – Значит, напрасно тратить жизнь. Растрачивать дар, Который Аллах дает каждому человеку. Каждый из нас располагает Одним и тем же количеством часов в дне И минут в часе. И мы будем отвечать за то, Как мы их используем. Еще один дар Аллаха, Которым нам нужно управлять – Это наши таланты и способности. Со страниц Священного Писания Аллах обращается к нам. «Итак, умоляю вас, братья, Милосердием Божьим, Представьте тела ваши в жертву живую, Святую, благоугодную Богу, Для разумного служения вашего». Живая жертва означает беззаветное посвящение Или покорность Аллаху И Его руководству в нашей жизни. Наши способности предназначены не для того, Чтобы мы добивались похвалы людей Или зарабатывали вознаграждение у Аллаха. Бог дал их нам, Чтобы мы были благословением для окружающих И могли прославлять Аллаха своей жизнью. Однако самый ощутимый дар Аллаха – Это наша собственность, А проще говоря, деньги. С этим даром связаны Как большие благословения Аллаха, Так и самые большие искушения шайтана. Согласно Священному Писанию, Наше посвящение Аллаху должно выражаться Не только в том, Что мы посвящаем Аллаху часть своего времени, Но и в возвращении Ему определенной части Его материальных благословений. Существует принцип, Который дает возможность Облечь нашу благодарность Аллаху За Его благословение в вещественную форму. Нам нужно уделять Аллаху часть своей прибыли. Так в Коране очень часто, Наряду с призывом совершать молитвы, Всевышний призывает верующих Возвращать часть своей прибыли, Которая называется зачат. Не в том лежит благочестивость, Чтоб на восток или запад Лик свой обратить, А благочестие в том, Чтобы уверовать в Аллаха, Любя свое добро, Все же делиться им И с тем, кто близок по крови, И с сиротой, и с нищим, И с путником, и с теми, кто взывает, И дать рабам на откуп, Платить закят, Скрепленный договор исполнить. Ягуб сказал, что будет отдавать Аллаху Десятую часть или десятину От всего, что получает, Подобно тому, как делал его дед Ибрагим. Пророку Мусея Аллах открыл этот принцип Более конкретно. В третьей книге Торы, В книге Левит написано «И всякая десятина на земле, Из семян земли и из плодов дерева Принадлежит Господу. Это святыня Господня. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, Из всего, что проходит под жезлом, Десятое должно посвящать Господу». Возвращая Аллаху десятину, Мы выражаем истину о том, Что Аллах наш Творец и Источник Всякого благословения. Аллах говорит, что десятая часть от всего Это священная часть, Которая принадлежит Аллаху. У вас может появиться мысль, Если Аллаху принадлежит все, Золото, серебро, скот и земля, и мы, То тогда зачем ему нужны мои деньги? Управляя таким образом нашими финансами, Аллах делает нас соучастниками Своего дела на земле. Потому что десятина, Которую Аллах считает своей, Идет на распространение истины Для служения Аллаху. Еще через Мусу Аллах открыл этот план Использования десятины. Сынам Левия, Служителям Аллаха, Вот я дал в удел Десятину из всего, Что у Израиля, За службу их. Аллах сделал нас Его управителями, И Он говорит нам, Я благословляю вас И даю потребное для жизни, Но я хочу, чтобы вы показали Свою верность мне. Отдайте мне десять процентов Своей прибыли. Эта часть принадлежит мне. Эта часть священная. Аллах дает нам преимущество Возвращать десятую часть Ему, Чтобы испытать нашу способность Управлять Его собственностью И посмотреть, Почтим ли мы Его И признаем ли мы Его Право владения. Кто не выделяет часть Своей прибыли Аллаху, Тот забыл, Что все исходит от Аллаха И Ему принадлежит. Если мы отказываемся Возвращать Аллаху Его часть, Мы, согласно Писанию, Фактически обкрадываем Бога И лишаемся тех благословений, Которые Аллах хочет послать нам. Вот что говорит Всевышний Через пророка Малахию. «Можно ли человеку Обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, Чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». Десятина – это десятая часть Нашего дохода, Которая является священной И принадлежит Аллаху. А приношение – это Садака, То есть пожертвование, Которое мы добровольно Отдаем по расположению Нашего сердца. И каждый из нас В праве сам решать, Насколько щедрым он может быть. Аллах ведет нас прямым путем. Это путь жертвенности. Ведя этим путем, Аллах хочет спасти нас от жадности И развивать в нас Дух щедрости и сострадания к людям. Иса Аль-Масих призвал Своих последователей. «Давайте и дастся вам Мерою доброю, Утрясенную, Нагнетенную И переполненную Отсыплют вам В лона ваше. Ибо какую мерою мерите, Такой уже отмерится И вам». Сколько бы мы не отдавали Аллаху, Он даст нам больше. Мы всегда получаем больше, Чем отдаем. Аллах приглашает нас Проверить это. В Священном Писании написано «Принесите все десятины В дом хранилища, Чтобы в доме моем Была пища. И хотя в этом Испытайте меня, Говорит Господь Савуов, Не открою ли я для вас Отверстий небесных, И не изолью ли на вас Благословение до избытка». Аллах приглашает нас Испытать его. Он обещает благословение До избытка. Он обещает Открыть окна небесные Для нас. Это его слова, Не слова человека. И если Аллах обещает Благословить, Он это сделает. Конечно, Нельзя купить Благословение Аллаха. Ни закят, Ни садака Не являются Платой за благословение Аллаха. Десятина и приношения Должны стать Выражением нашей Благодарности И верности Аллаху. В Инжиле написано, «Каждый уделяй По расположению сердца Не с огорчением И не с принуждением, Ибо доброохотно дающего Любит Бог». Принесите на место Поклонение Ваши десятины и приношения. Сделайте это Из чувства благодарности. Испытайте Аллаха. Он сам предлагает это И обещает Благословить вас. Он говорит, «Я для вас запрещу Пожирающим Истреблять у вас Плоды земные И виноградная лоза На поле у вас Не лишится Плодов своих Говорит Господь Саваоф И блаженными Называть будут вас Все народы Потому что вы будете Землей вожделенную Говорит Господь Саваоф В Коране Написано Все, кто читает Книгу Аллаха Творит молитву По часам Дает наподать Тайно или явно Из благ Которыми мы Наделили их Смеют Надеяться На прибыль От торговли Которой Никогда мы Не дадим пропасть Он им Уплатит Все, что Издержали И к этому Добавит От своих щедрот Поистине Прощающ Он И благодарен Попробуйте Принесите Свои Десятиные Дары Аллаху От всего Сердца С чувством Глубокой Благодарности И затем Наблюдайте Аллах Обещал Дать нам От своей Щедроты Он Обещал Благословения До избытка И он Это сделает Иногда Эти благословения Изливаются Не так Как мы Хотим Может быть Вместо того Чтобы Посылать На вас Деньги С неба Аллах Даст вам Более Крепкое Здоровье И вы Вдруг Обнаружите Что На лекарства И лечение Стали Тратить Гораздо Меньше Аллах Может Благословить Ваш Урожай Или Сделку Или Послать Вам Более Выгодную Работу Аллах Обещает Благословить И он Исполнит Свои Обещания Задумайтесь О вечном Аллах Не обещает Нам Каждый День Бисквитные Торты Но он Обещает Что пища На столе Верных Ему Людей Никогда Не иссякнет Аллах Хочет Научить Нас Полагаться На него И быть Благодарными Он Хочет Научить Нас Щедрыми И Сострадательными К другим Быть Аллах Хочет Научить Нас Правильно Распоряжаться Тем Богатством Которые Он Нам Доверил Как Управителям Однажды Иса Аль-Масих Рассказал Историю Об одном Крестьянине Который Был очень усерден В своем труде Он Хорошо Поработал И собрал Большой Урожай Зерна Было Так Много Что Его Амбары Не могли Вместить Все Собранное Они Были Уже Переполнены И Перед Крестьянином Встал Вопрос Что Делать С остатками Он Стал Искать Решение Может Быть Стоит Раздать Излишки Бедным Может Часть Отнести В храм Но Ведь Это все Его Разве Не он Так Тщательно Все Спланировал Применил Все свои Сельскохозяйственные Познания Чтобы Сделать Своё Хозяйство Самым Процветающим В долине И он Он Решил Что Что Ему Делать Вот Что Сделаю Сломаю Житницы Мои И Построю Большие И Соберу Туда Весь Хлеб Мой И Все Добро Мое И Скажу Душе Моей Душа Много Добра Лежит У тебя На Многие Годы Покойся Ешь Пей Веселись Но Бог Сказал Ему Безумный Всю Ночь Душу Твою Возьмут У тебя Кому Жи Достанется То Что Ты Заготовил Так Бывает С тем Кто Собирает Сокровища Для Себя А Не В Бога Богатеет Этот Богач Не Осознавал Откуда Исходят Его Благословения Он Не Признавал Своего Творца И Свои Обязанности Управителя Он Совершенно Забыл О Бедных И Сиротах Вдовах И Бездомных Он Думал Только О Себе Говоря О Стремлении К Богатству Иса Однажды Сказал Не Собирайте Себе Сокровищ На земле Где Моль И Ржа Истребляют И Где Воры Подкапывают И Крадут Но Собирайте Себе Сокровища На Небе Где Ни Моль Ни Ржа Не Истребляют И Где Воры Не Подкапывают И Не Крадут И Где Сокровища Ваши Там Будет И Сердце Ваше Пусть Сердце Ваше Стремится К Аллаху Помните Откуда Исходят Все Благословения Которые Вы Имеете Не Забывайте Что Все От Аллаха И Принадлежит Ему Все Что У нас Есть Даровано Нам Богом Наша Жизнь Это Дар От Аллаха Наше Здоровье Это Дар От Аллаха Каждый Наш Вздох Это Дар От Аллаха Пища Которую Мы Едим Одежда Которую Мы Носим Дом В Котором Мы Живем Все Это Дар От Аллаха Доверяйте Ему Аллах Приглашает Вас Идти По Прямому Пути Это Путь Жертвенности Посвятите Аллаху Ту Которую Он Ожидает От Вас Научитесь Жертвовать Во имя Аллаха Своим Временем Своими Финансами Своими Способностями И Наконец Своей Жизнью Обратитесь В молитве К Аллаху И Скажите Бисмиллахи Рахман Рахим Во имя Аллаха Всемилостивого И Милосердного О Аллах Как Ты Щедр И Милосерд Ко Мне Ты дал Мне Все Необходимое Для Жизни Ты Дал Мне Жизнь Только Благодаря Тебе Я живу Сейчас Я так Хочу Чтобы Ты Во всем Как В материальной Так И В других Сферах Моей Жизни Всегда Стоял На первом Месте Я хочу Быть Верным Тебе Я хочу Быть Щедрым И идти Прямым Путем Путем Жертвенности Помоги Мне Обрести Эти Качества И не уклониться С Твоего Пути Ведь Ты Щедр И велик Аминь С Твоего С Твоего С Твоего С Твоего С Твоего С Твоего